Как правило, такого не бывает. Сейчас не бывает такого. То есть это тоже один из обычаев, которые идут, наверное, еще с тех времен. То есть такое не практикуется. А, скажем так, браки с другими народами? Сейчас, к сожалению... Ну, вы знаете, вот пока ассирицы жили на своей исторической родине, в мусульманском окружении, то, естественно, практически не было вот такой ассимиляции, не было смещения. Это иногда, может, бояться. Потому что вместе жили. С соседями, там, с другими народами. А как только попали в Европу, в том числе в Россию, или в Соединенные Штаты Америки, то, оказавшись в христианском мире, очень много стало смешанных браков. Поскольку вера одна. Такой мир теперь. Да, вера одна. Вы знаете, вот мне повезло. В этой жизни я был на ассирийской свадьбе. Самое для меня было вот такое удивительное, прекрасное зрелище, если не ошибаюсь, это танец семи кругов со свечами. То есть, мне кажется, что это тоже вот такой один из обычаев, да? И основной из действий свадьбы, это, насколько я понимаю, танец жениха и невесты. Да. Да, наверное, с него свадьба и начинается. Вот откуда появился вот именно со свечами, и почему именно семь кругов? То есть, вот с чем это связано? Семь кругов – это такой праздник, ой, такой танец, в который можно войти и танцевать, но выйти из него нельзя. То есть, человек, который вошел в эти семь кругов, он не имеет права выйти. Он должен дотанцевать до конца. Так вот, семь кругов – это стоит семь кругов, или семь кругов надо пройти? Например, началась музыка, встают родственники, близкие родственники около жениха. То есть, близкий круг. Все остальные по кругу. Так. И с той точки, с которой начали, они должны пройти семь кругов. На этом танец заканчивается. Но это вот такой обычай. То есть? Со свечами. Со свечами, да. Свет гасит, зажигают свечи. Ну, есть еще один обычай, я вспомнил. Вот, например, жениху вставляют булавки на плечи. На плечи даже? Да, крестики такие. По-моему, семь штук. Семь штук, по-моему, делают. Это чтобы не заколдовали, не сглазили. То есть, все-таки колдует и пытаются сглазить? Вот скажите, кстати, вот, скажем так, да, очень сейчас популярно, там, колдовство, приворожить, не приворожить, там, гадать, не гадать. Вот у ассирийцев были какие-то такие вещи? Нет, были. В древней ассирии даже целители были двух классов. Были врачи, это были профессионалы, они так назывались асу. И были асси, то это заклинатели. То есть, каждый занимался своим делом. Вот, ну, заклинатели оставим немножечко в стороне. Вы знаете, вот исторический факт один, я думаю, что вы как раз поможете пролить свет на него. Готовясь к передаче, мы узнали, что первую трепанацию черепа сделали ассирийцы. Вот действительно ли настолько была в древней ассирии развита медицинская наука? И было ли это вообще возможно? Вообще, медицина была очень развита. Чуть ли не 70% того, что было изобретено в ассирии, до сих пор используется в современной медицине. Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, просто поражен, что действительно в то время это было возможно. Но, насколько я знаю, ассирийцы еще знамениты тем, что они первые научились класть музыку на бумагу. То есть, фактически придумали нотный стан. Действительно ли это так? Да, совершенно верно. Опять-таки, это стало известно после того, как расшифровали библиотеку царя Ашурбанипала. Там расшифровали ноты. Причем самое интересное, что это было семизвучие, то есть современная октава. Ааааааа...